Какие методы оптимизации? Это очень редко. Например, это часто встречается в задачах обучения чат-ботов, например. У вас есть словарь, и в нем есть очень редкие слова, которые встречаются раз на тысячу предложений. И градиент через параметры, отвечающие этим словам, будет проходить очень редко. И хочется, чтобы темп обучения для таких параметров был бы выше, чем для слов, которые встречаются очень часто. Например, представление слов «а», «в» разных предлогов, разных других слов, которые часто встречаются, выучится очень быстро. И хочется через несколько трассов уже заметно снизить их темп обучения. Ну, собственно, давайте начнем с постановки задачи. Как всегда, у нас есть функция j от θ, где θ от θ некоторые параметры нейросети. И мы хотим минимизировать эту функцию по параметрам. Ну, дополнительно предположим, что мы в любой точке нашей функции можем вычислить ее градиент. Ну, для нейросети мы это можем сделать при помощи алгоритма обратного распространения ошибки. Ну, вот у нас есть и уровень какой-то функции. Мы начинаем использовать стартовые точки и делаем какие-то шаги, пока не сойдемся до какого-нибудь локального минимума. Ну, в качестве задачи мы сейчас не будем рассматривать в пользу глобального минимума. У нас единственная задача — сойтись к какому-нибудь локальному минимуму. Собственно, метод самый простой, который мы все знают, — это метод градиентного спуска, который устроен очень просто. Мы ставим какую-то точку, и значение в следующей точке вычитаем как значение в текущей минус какой-то параметр, это θ, который называется темп обучения, ну, или learning rate, умноженный на градиент функции в текущей точке. На что влияет темп обучения? Ну, если мы его сделаем слишком маленьким, то мы будем делать очень много шагов и будем долго сходиться. Если сделаем его слишком большим, то мы можем выпрыгнуть из локального минимума, просто его постоянно перескакивая. У градиентного спуска есть несколько проблем. Главное из них то, что когда мы вычитаем градиент, мы вычитаем его по всей обучающей выборке. Представьте, что у вас есть там имиджнет, там миллионы картинок, которые надо подгрузить в память, пропустить их всех через нейронную сеть, пропустить их обратно для того, чтобы вычитать градиент, это, ну, не умеется у вас, не в памяти, даже если вместе, все равно вы, вряд ли, сможете сделать много обновлений такого метода. Также, так мы используем все объекты, мы не можем использовать онлайн-обучение. То есть онлайн-обучение довольно-таки важная вещь, что это такое? Вам приходит несколько новых объектов на вход, вы на них обучаетесь и сразу их выкидываете. Когда у вас нет возможности их, новый объект сохранять. Вот. И для того, чтобы добавить онлайн-обучение, для того, чтобы снизить трудозатраты для одного шага, можно использовать вместо обычного градиентного спуска стахастический градиентный спуск. Кто знает, какого типа функции мы оптимизируем в стахастическом градиентном спуске? Ну да, сумма функций. Да, мы рассматриваем сумму большого числа функций, j и t, которые тоже зависят от параметров. Ну, обычно это, скажем, лосс по каждому объекту. Например, если мы оптимизируем среднеквадатичную ошибку, то j будет, скажем, как раз норма отклонения предсказания от правильного ответа в квадрате. Что мы делаем? Мы берем случайным образом какой-нибудь один объект, одно слагаемое из этой суммы, и вычитаем градиент по этому объекту. В таком случае мы считаем, что в среднем он будет приближать градиент всей суммы. Ну, по-хорошему, здесь еще можно домножить, например, на n, и тогда в среднем как раз градиент вот этого будет совпадать с градиентом суммы. Ну, либо можно недонажать, наверное, просто считать, что он включен в темп обучения. Вот. У такого менда есть один большой недостаток — это огромная дисперсия оценки градиента. То есть, с одной стороны, мы хотим получить градиент всей функции, с другой стороны, мы его оцениваем градиентом по одному слагаемому. Чтобы оценить более точно градиент, мы можем его оценить не по одному объекту, а по мини-батчу. Это будет тогда так называемый мини-батч, градиент-десент. Ну, собственно, формула получается такая. Темп обучения на сумму по объектам из мини-батча на градиент, оцененный по текущему мини-батчу. Значит, ну, вот эти графики сходимости вы все уже видели, я думаю, в 100 раз. Почему так происходит? То есть давайте сразу же посмотрим. У нас есть какой-то резкий скачок, мы в какой-то регион довольно-таки быстро попадаем, и потом в нем уже колеблюемся и потихонечку сходимся. Смотрите. Вот у нас есть сумма функций. У каждой функции есть какой-то свой минимум. Допустим, линия уровня J1 будет выглядеть так, линия уровня J2 так, и у J3 будет выглядеть как-то так. Если мы начинаем из какой-то точки, которая находится далеко от локальных минимумов всех слагаемых, например, отсюда, вот это нулевое, то какое бы мы слагаемое ни выбрали для оценки градиента, в среднем нас будет вести в одну и ту же сторону. То есть если, например, выберем в качестве J2 вот этот объект, то мы шагнем в эту сторону. Если выберем этот, шагнем в эту сторону. Этот в эту. То есть в среднем мы будем двигаться постоянно в одну и ту же сторону. Тем не менее, так будет продолжаться недолго. Как только мы пойдем куда-нибудь в эту область, допустим, это там θ, 100, через 100 и трассы мы попали сюда, здесь уже все не так просто. У нас градиенты будут вести совершенно в разные стороны. То есть, например, мы выбрали этот объект, сместились сюда. Со временем, как это значительно ухудшает, может значительно ухудшить суммарный лосс. Вот когда мы портсумируем вот эти три объекта, лосса их, мы получим, что глобальный минимум находится где-то здесь. И уже когда мы находимся где-то между локальными минимумами, отвечающим каждому слагаемому, у нас сходимое значительно замедляется. Собственно, хочется как-то этого избежать. То есть мы знаем, что в среднем мы один раз шагнули сюда, один раз шагнули к другому объекту, один раз к третьему, и что в среднем мы идем в эту сторону. Мы хотим как-то это учесть в своем методе. Для этого используются методы, которые используют Momentum. Но, да, я еще хотел сказать, что для того, чтобы обеспечить сходимость сходического кредитного спуска, надо более-менее правильно выбирать темп обучения. И в теории, если у нас выпуклые функции, то надо выбирать темп обучения на каждый раз таким образом, чтобы, во-первых, он сходился к нулю, то есть мы в какой-то момент переставили двигаться. Во-вторых, сумма темпа обучения должна равняться бесконечности, то есть мы все еще будем продолжать движение постоянно. Но она должна бывать не очень медленно, то есть сумма квадратов должна быть конечной. Одно TN подходит, получается? Да, подходит, действительно. Но, как правило, это не самый лучший способ выбирать расписание. Обычно на практике работают лучше некоторые другие методы. То есть на самом деле всегда надо экспериментировать. Ну, я, в частности, люблю использовать методы, когда до какой-то итерации, там, условно, первые 50 эпох, какой-то фиксированный learning rate, потом мы его делим на два, потом через 50 эпох еще раз делим на два и так далее. Тогда получаются довольно-таки красивые графики, что у вас вот идет сходимость, потом мы поделим на два, у вас резкий прыжок. Так, в принципе, можно более-менее понять, когда у вас не рсс сошлась. У вас при уменьшении learning rate не будет таких резких прыжков. Так, да, как я сказал, моментум. Мы хотим как-то учесть динамику того, как у нас в прошлом двигалась тета. Для этого мы можем ввести моментум. Будем обозначать его как new teta и вычитать по следующей формуле. Мы берем как бы скорость или моментум на предыдущей итерации, чуть-чуть его замедляем, это отвечает в каком-то плане трению шарика, который катится с горки. Когда вы оптимизируете функцию, вы можете считать, что у вас там шарик катится с горки. То есть немножко замедляем, но ускоряем в том направлении, в которое указывает градиент. То есть мы прибавляем градиент, умноженный на темп обучения. Скользящего среднего. Ну да, это по факту что-то типа скользящего среднего. И наконец обновляем параметры, как тета минус как раз тот самый момент. Ну, собственно, проблема довольно-таки стандартная, что если вы будете так постоянно накапливать скорость в одном направлении, то вы в какой-то момент настолько сильно разгонитесь, что вы просто перескочите локальный меню и можете очень далеко выпрыгнуть. Да? Понятно, в чем проблема? Не очень, не может не связаться. Так. Вот, допустим, у нас это гамма 0.9. У вас есть какая-то скорость, накопленная в определенном направлении. У вас есть градиент, который указывает в среднем в том же направлении. И в итоге у вас скорость в том же направлении постоянно увеличивается. И вы как бы разгоняйтесь, разгоняйтесь, разгоняйтесь. Ну вот, как бы. Начинаете отсюда, разгоняйтесь, разгоняйтесь. У вас на шагах все больше и больше. Несмотря на то, что у вас градиент уже не очень большой. Если не достаточно аккуратно подобрать темп обучения, то вы очень быстро вылезете. Какая наводитесь со средним? Как она проводится в средящем? Вот или просто? Ну да, формула почти такая же. Ну то есть вы как бы, да, оцениваете градиент как среднее по всем итерациям примерно. Но взвешиваете последние итерации больше. Ну поскольку у вас есть гамма, если мы поставим сюда формулу на предыдущем шаге, у вас будет там гамма в квадрате для предпредыдущего и так далее. И у вас, соответственно, первые шаги уже будут вносить очень маленький вес. Так. Окей. И, собственно, для того, чтобы бороться с этими перискоками, придумали так называемый Nesterov Accelerated Gradient или NUG, который строен следующим образом. Давайте оценивать следующий градиент не в текущей точке, а в той, какой она была бы, если бы мы сделали шаг направления текущей скорости. То есть мы как бы, вот у вас есть горка, вы с нее сказываете куда-то, потом оцениваете градиент в новой точке и обновляете скорость уже в зависимости от того, какой градиент будет там. то есть если бы вы перескакивали на следующую итерацию, то градиент в новой точке был бы направлен в другую сторону и вы бы скорость уменьшили. То есть мне это как бы позволяет вам заглянуть на одну итерацию вперед. Вот смотрите, вот опять же на этой горке, давайте сейчас аккуратно сотрем. Начинаем отсюда. Идем сюда, у вас накопилась какая-то скорость в эту сторону. Вы делаете еще один шаг. И замечаете, что у вас на следующей итерации градиент направлен в другую сторону. Значит, вам надо не ускоряться, а замедляться уже в этом направлении. И поэтому вы как бы обновляете скорость таким образом, чтобы ее замедлить. И делаете уже шаг с меньшей длиной. Если посмотреть на формулу, то как раз это и получается. Мы берем, умножаем на гамма скорость в предыдущий момент времени, как это делали в обычном моменте. Управляем темп обучения, умноженный градиент в точке, в которую мы бы пошли, если бы никак не поменяли скорость. Ну и, наконец, делаем стандартное обновление. То есть параметры вычитаем скорость накопленную. Ну и вот здесь это можно увидеть на картинке. мы прыгаем сюда, смотрим, какой будет градиент там, делаем поправку и корректируем наше направление. То есть мы пойдем не так, а вот скорректируем нашу траекторию. Окей, значит, мы посмотрели на три метода, ну, четыре, да? То есть если мы берем, прыгаем, то есть два раза прыгаем, то есть два раза прыгаем, то есть два раза прыгаем? Один. А как нам нужно? Что? То есть мы хотим прыгнуть вперед, если мы смотрим там еще? Мы сначала прыгаем, так, если бы у нас… Ну, не корректируя скорость, то есть мы идем в направление текущей скорости, если бы как бы градиент был бы нулевой. Это как раз будет тета минус гамма на скорость текущую. В этой точке вычитаем градиент, делаем поправку скорости и делаем обновление. То есть один раз вычитаем градиент только. Окей? Так вот, мы рассмотрели пока три метода. Стратический градиентный спуск, где мы вычитаем градиент только по одной точке. Потом мы добавили моментум для того, чтобы учитывать историю по предыдущим градиентам. И потом добавили еще нестеров грейдинг для того, чтобы как бы заранее корректировать скорость. И при этом у этих всех методов есть одна общая проблема. Вот этот темп обучения, этот тег, который мы выбираем, он одинаковый для всех параметров. Прямо, как я уже говорил, например, в задаче оборудования текстов это далеко не самая хорошая вещь. Потому что у вас есть некоторые параметры, которые используются очень редко. Вы хотите для редких параметров иметь большое темп обучения, а для тех, которые вы уже много раз обновили, постепенно снижать темп обучения. Помимо этого, в целом довольно-таки сложно подобрать темп обучения и его расписание для всех этих методов. Первое, что можно делать, это сказать, что у нас темп обучения какой-то постоянный. Но это довольно-таки к плохим результатам часто приводит. Обычно хочется все-таки постепенно его понижать. Можно брать какой-нибудь маленький параметр гамма, ну, маленький в плане меньше единицы, в степенью t, где-то от номера итерации, на начальный learning rate. Естественно, будет какое-то такое расписание. Постепенно будет экспоненциально затухать. Либо можно сделать такое расписание, что у вас какой-то начальный learning rate альфа-1 до итерации с номером а, а после того, как вы преодолели итерацию с номером а, вы понижаете его до альфа-2. Ну, либо я предложил еще, можно каждые там а итерации понижать learning rate в гамма-раз. Окей. Давай теперь посмотрим адаптивные методы. Собственно, в чем идея? У вас есть градиент. Мы его теперь будем обозначать за то, что? Ну, вопрос. Мы же только что пороли с тем, чтобы не перелететь в эту яму. А тут мы на каждом шаге подключаем очень-очень много. Ну, гамма-встепен. А, гамма-встепен. А меньше единицы, она как раз постепенно затухает. Вот. Обозначим градиент на текущей итерации за g, t, i, t. То есть это на итерации t по и тому весу. И давайте сделаем вот что. Мы будем менять темп обучения. таким образом, что если у вас суммарно много раз произошло обновление данного веса, то темп обучения должен снижаться. Для этого мы можем сделать вот такой хак. Мы поделим на корень из суммы квадратных градиентов по этому... по этому параметру за всю историю. То есть, смотрите, если у вас несколько раз уже был большой градиент, то это значение будет большое. И, соответственно, темп обучения станет маленьким. Если же градиент по какому-то параметру был постоянно нулевой, то эта сумма все еще очень маленькая, как бы ноль. И темп обучения будет большой. И в тот момент, когда вы внезапно получите какой-то значимый градиент, вы как раз его используете с той силы, которая нужна. То есть мы для каждого параметра отдельно считаем? Да. То есть overhead получается где-то в два раза. То есть у нас там 100 тысяч параметров в сети, мы прям для каждого параметра считаем, насколько этот средний квадрат градиент, да? И где он находит? Ну, не средний, тут просто суммы. Ну, еще тут прибавляем ε, чтобы не делить на ноль. Окей. Да, собственно, тут есть какая-то проблема в таком методе. Последний противень совсем маленький могут считать. Да, правильно. На самом деле проблема как раз в том, что та штука, она только возрастать может, а не убывает. И в какой-то момент у вас просто будут затухать обновления, и вы просто застрянетесь в какой-то точке. Можем брать окно. Вот, можем брать окно, но тогда нам надо будет вот количество параметров в сети умножено на размер окна считать. Это очень дорого. То есть вот здесь как раз вопрос был, как так мы в два раза больше параметров храним, чем в сети. А если мы будем брать окно там ширины 10, в 10 раз больше, это уже не получится хренить. Что можем тогда сделать? Мы можем брать, считать один последний грани, в сумму квадратов, в сумму квадратов, без этого окна. Ну, я бы не знаю, как раз. Нет, там все равно надо хранить вот это все окно. А, да, с 8. Ну, то есть вы, да, можете быстро его сдвигать, но все равно это потребует довольно-таки больших затрат по памяти. Ну, вы можете экспоненциальное сглаживание применить, да? Тоже будет что-то очень похоже на среднее, но для этого надо будет хранить только один вектор. Собственно, эта идея как раз и применяется в методах RMS-проб и Ada-дельта. Давайте вот как раз оценивать сумму, оценивать квадраты по последним нескольким интерациям. Для этого применим экспоненциальное сглаживание, то есть у вас E, там, экспоненциальное сглаживание от квадрата будет как гамма на сглаживание в предыдущем моменте времени плюс 1 минус гамма на текущее значение. Ну, соответственно, если гамма равно единице, то мы учитываем только предыдущее значение, если гамма равно нулю, то мы учитываем только новое значение. Соответственно, обычно гамма берет что-то в районе 0,9. В Германии, градиент тот же большой на т-шайке, правильно? Да, вот. Ну, то, что мы здесь квадрат суммировали. Ну, более гладкая оценка получается. Ну, то есть вам хочется в среднем посчитать насколько большой градиент прошел четверто-переменную. Вы можете там сделать сумму модулей, можете взять корень из суммы квадратов, ну, что-нибудь. Ну, как бы, если просто взять сумму, то у вас будет то положительный, то отрицательный, они будут постоянно друг друга занулять. Ну, в Адеграде именно сумма квадратовая была, корень из нее. Вот. Соответственно, оцениваем знаменатель через экспоненциальное среднее, вычитаем корень, домножаем на темп обучения и на градиент. Ну, давайте тогда знаменатель обозначать как RMS, там root, min, square, устремленный корень от G. И, собственно, вот эта финальная формула. Теперь. Этот метод называется RMS-проб. Его так не опубликовали. Вообще, очень забавная история про него, что был курс на Coursera от Hinton. Это известный человек, который занимается нейросетями. И он сказал, что, ну, вот, я подумал, что можно было бы попробовать вот так. Вроде бы RMS-проб так нигде не опубликовали, но все про него знают, поскольку он на себя в курсе про него рассказал. Вот. И на него сейчас ссылаюсь как RMS-проб в скобках unpublished. Окей. У него все еще есть проблема, что тут есть параметр add. Мы все еще выбираем темп обучения. Давайте попробуем делать, выбирать как-нибудь автоматически. Как можно это сделать? Давайте скажем, что это темп обучения, то есть то, насколько мы в среднем сдвигаем наши параметры в направлении оцененного градиента, он будет примерно равен усредненному изменению тета. То есть мы считаем, сколько мы за последние интернации в среднем сместились под тета, и говорим, что вот это примерно равно нашему темпу обучения. Окей. Здесь можно хорошо подогнать математику под эту. Давайте это сделаем. Метод Ньютона. Помним, что такое? У вас есть функция j, от тета мы хотим ее минимизировать, и мы делаем шаг как тета т плюс первое, как тета тетэ минус, здесь будет гардиент j, от тета т. И мы его еще домножаем на обратный гисян. То есть вы вычитаете матрицу вторых производных, в которой в компонентах будут стоять вторые производные по тета и т т т житое и обозначим ее как гисян. Соответственно, берем эту матрицу, обращаем, нажимаем на градиент. Это отличный метод, он очень быстро сходится при наборе условий определенным, но в нем есть проблема. Вот этот гисян, он имеет размерность количества параметров на количество параметров. То есть вы не сохраните это в памяти. Более того, эту штуку вам надо еще обратить, это у вас будет количество параметров в кубе сложности. То есть для нейростей, где там миллионы параметров, куб не самая лучшая вещь для сложности. Поэтому давайте скажем, что у нас гисян примерно равен диагональной матрице, где на диагонали стоят вторые производные d квадрат g по d тета и t в квадрате. Какому это можно вычислить? Да, здесь всего от n параметров, я бы даже сказал просто n, его обращать просто. И более того, вот это произведение тоже очень просто вычисляется. То есть надо просто вектор по элементам умножить. Еще более того, это обновление может вычислять независимо для каждой компоненты. То есть вы можете сказать, что у вас тета-дельта тета и т, то есть изменение на тетом шаге и т величины и того параметра будет равно, значит, смотрите, гисян, обращенный в и той позиции, это будет d квадрат g по d тета и т в квадрате минус первый нужно на градиент, да, d g по d тета и т. Вот такое обновление будет. Теперь смотрите трюк, который мне очень нравится. Давайте перенесем это сюда, а это сюда. Мы получим, что градиент, что гисян, то есть вторая производная в данной точке, вычисляется как d g по d тета и т деленное на дельта тета и т. Смотрите, отличный способ вычисления второй производной. Вы можете вторую производную вычислить через первую. Хорошая формула? По-моему, отличная формула, да? Смотрите, у вас вторая производная выражается через первую, ничего считать не надо, у вас есть бэк-проб, вычислили первую производную, все отлично работает. Где я вас обманываю? Нет, тут есть большая проблема. Я могу в знаменатель персепсион добавить, не волновались. Что? Нет, здесь в арифметике все в порядке. в самом начале, когда человек, она не матерится. Не, ну здесь нормально. Ну, да, это, возможно, не самый хороший подход для аппроксимации с точки зрения методов оптимизации, но потом дальше математика правильно. Нет, здесь проблема... здесь все числа. Да, все числа. Ну, можно это вектором записать. То есть, это для каждой компоненты. Давай, вектором также можем записать. вот это что такое? Вот это мы не знаем на текущей итерации, да? Это как бы мы сделали шаг методом Ньютона и вот сюда запихнули. На текущей итерации мы, естественно, вот эту штуку не знаем. Понятно, в чем проблема, да? Ну, на самом деле, пофиг, давайте просто оценим по предыдущим итерациям. То есть, можно сказать, что это примерно равно сглаживанию вот этим самым РМСом. РМС от DG по DTT-IT мы обозначали как G. G, T, IT из немнастили тоже сгладим, получим РМС ΔTT-T, T-1 и T. Окей, значит, мы примерно оценили гисиан и можем поставить его в нашу формулу обновления. Тогда мы получим, что θT-1 равно θT-T минус обратный гисиан, то есть, мы в числе получим РМС ΔT, деленный на РМС G и умноженный градиент. Получили как раз формулу обновления до ΔT. Значит, теперь тут есть такой небольшой дисбаланс между теорией и практикой. В теории все хорошо, здесь не нужен темп обучения никакой, у вас нету дополнительных гиперпараметров и все должно обучаться очень хорошо. Но на практике все равно здесь ставят темп обучения, который также подбирают. все-таки обычно с параметром гидраничка метр работает не очень хорошо. Окей. Собственно, здесь на слайдах примерно тот же самый вывод, можете посмотреть. И последний, собственно, метод, это метод ADDAM, который сейчас де-факто используется всегда, почти всегда в оптимизации университетей. То есть, обычно, если вы начинаете обучать новую модель, то первый выбор, первый оптимизатор, который вам советуют использовать, это именно как раз ADDAM. Где? Вот это небольшое? Ну, это типа сглаженная средняя, экспоненциальная средняя. Там будет сумма гамма в степени T, градиент в этот момент времени, еще один минус гамма возможно. То есть, надо так аккуратно расписать. Ну, идеально вот так. И одному кстати сейчас понадобится. Хорошо, давайте продолжим. Вот. У нас было что-то типа, во всех предыдущих методах мы оценивали средние градиенты делили на корень среднего квадрата градиента. Давайте попробуем оценить градиенты и квадрат градиента как-нибудь более качественно. Ну, опять же, у нас будет экспоненциальное сглаживание для среднего градиента и среднего квадрата градиента со своими параметрами сглаживания β1 и β2. Теперь смотрите, мы хотим, чтобы в среднем у нас матождание mt совпадало бы с матожданием gt. То есть, в среднем мы хотим оценивать то, что нужно. Оказывается, что для такой формулы у такой оценки есть смещение. И для того, чтобы сделать коррекцию, чтобы у вас была не смещенная оценка, чтобы средние по обеим компонентам бы совпадали, вам надо поделить еще среднее на 1-β1 в степени t для оценки градиента и для оценки квадрата градиента вам надо поделить на 1 плюс β2 в степени t. Откуда это берется? Откуда у нас может вылезти β2 в степени t? На самом деле все довольно-таки просто. Если вы развернете вот эту формулу до первого шага, там как раз вылезет нужная нам компонента умноженная на 1-β1 в степени t. Мы делим на него и получаем несмещенную оценку. Это если с точки зрения математики. Если с точки зрения интуиции, то вот что происходит. У вас так как β1 и β2 довольно-таки большие величины, на первых итерациях у вас градиент почти никакого вклада в m не носит, в m и nu. Поэтому вы хотите поделить на какую-то величину, которая постепенно сходится к единице. Вначале это, допустим, t равно 0, вы делите примерно на 0. То есть обновление mt происходит довольно-таки быстро. Затем по мере того, как вы делаете итерацию, у вас знаменатель сходится к единице. У вас получится какая-то величина меньше единицы в большой степени, это 0. Знаменатель получается единичка. И, соответственно, вот эта формула на больших итерациях перейдет в обычную формула обновления. Непонятно? На первых итерациях, когда вы инициализируете градиенты и квадрат градиентов с нулями, вам нужно как бы разогнаться. И для того, чтобы быстрее разгоняться, вы как раз делаете эту поправку. Делите на 1 минус бета первой степени то. Окей? Вопрос? Что такое m и и вот что-то е. Ну вот, наверху. Это оценка среднего градиента, а nu это оценка квадрата градиента. То есть, кажется, в всех предыдущих методах у нас было что-то очень похожее. Вы оценивали средний квадрат, средний градиент и делили одно на другое. В данном случае мы как бы более правильно с точки зрения математики оцениваем средний и средний квадрат. Первый и второй момент. Собственно, Adam это как раз сокращение от Adaptive Moment Estimation. Как раз первый и второй момент здесь оценивается. Окей? Ну и наконец все мы прибавляем для того, чтобы им делить на 0. теперь главный вопрос. Вот вы запускаете нейросеть обучаться и непонятно когда остановить обучение. Собственно, есть довольно-таки много критериев. Вы можете еще придумать кучу там сходу, еще столько же, если немножко подумаете. в целом вот я вчера придумал пять. Самый простой это если превышен лимит по времени или по числу итераций. То есть действительно вы ставите сеть обучаться, у вас есть слово недели на то, чтобы обучить нейросеть, но как бы больше недели вы не сможете обучать. Или вы заранее знаете, что примерно в 200-ой эпохе у вас модель сойдется. Второй способ это вы смотрите на качество на валидации. Если она начинает ухудшаться, то вы прерываете обучение. Это так называемый early stopping. То есть ранный останов. Еще можно смотреть на графики обучения. Как только они начинают насыщаться, то есть у вас как-то вот так идет график обучения, график на валидации, ну видно, что где-то здесь уже можно прерывать обучение, потому что у вас в среднем никак качество не улучшается. Дальше вы можете посмотреть на то, насколько у вас значение в текущей точке отличается от оптимального значения. Но для этого надо знать оптимальное значение. В некоторых случаях надо просто сделать, в некоторых случаях сложно. Тут зависит от задачи. Можно еще продолжать операции, пока вы не уменьшите градиент в эпсилон раз. Или пока вы не уменьшите саму функцию в эпсилон раз. Собственно, вариантов довольно-таки много. Ну, да, вот здесь должен быть знак градиент. Окей, давайте посмотрим на визуализацию, как это все выглядит. Да, вот у нас есть 7 методов, про которые мы поговорили. Самый обычный метод от SGD это красная кривая. Собственно, она сводится медленнее всех. Моментум, видите, он перескочил, затем развернулся и сошелся в оптимум. Если мы добавим вот этот нестерф моментум, то он развернется гораздо быстрее и тоже сойдется к оптимуму. Дальше идут адаптивные методы. видно, что ADEGRAD застревает как раз из-за того, что у нас в знаменателе постоянно накапливается градиент. ADE-DELTA сходится более-менее быстро. Но RMS-PROP тоже примерно сходит с такой же скоростью. Так. Теперь посмотрим, что происходит на средовой точке. Опять же, красный это градиент. градиент быстро застревает и потом начинает скатываться вообще ничего не происходит. Моментум вот он здесь колеблется, постепенно накапливает скорость в направлении спуска. Вот он колеблется, постепенно ускоряется и потом быстро уже скатывается по направлению седла. Нестерф моментум делает то же самое, только начинает опускаться гораздо быстрее. Ну и наконец адаптивные методы сходятся довольно-таки быстро. Это желтый, синий и черный. Видно, что отельта очень быстро оценила скорость спуска и начала делать большие шаги. Как-то так. Это плохо, что они перенетели седловую точку? Ну, ищем минимум, так что наоборот, хорошо, что они все туда уходят. неровно седловой точке. Там есть небольшое смещение в этом направлении начальное. Окей? Ну, там градиент почти нулевой. То есть там стоите, делаются какие-то маленькие шаги параллельно градиентного спуска, но вам требуется довольно-таки большое количество трасс для того, чтобы вас убило из этой седловой точки, ее окрестности. В то же время вот Momentum, например, он тоже делает маленькие шаги в этом направлении, но он их суммирует. То есть он видит, что на протяжении последних условно десяти или сотни итераций вы постоянно двигались потихонечку в одном и то же направлении. Давайте попробуем сделать шаг в этом направлении, но с большей длиной. И как раз Momentum это обеспечивает. Ну и другие методы, как видно, тоже. Окей? Можно? Да. Можете подробно G большой T по-другому написать. Я просто не очень понимаю, что это такое. Что значит сумма квадрата? Ой, обновление. Сейчас. Что? G и ты и ты которые? Да. Ну, берете сумму градиента на T и ты и ты раз и в квадрате. почему суммирование по почему не усреднение? Почему суммируем по I? А, почему суммируем по T? По T. Ну, вот так. Вот текущая трация T большое, тут по T меньше T большого. Окей, спасибо. т. все это, хочется сказать, усреднение, а не суммирование? И проблема была бы как раз в том, что мы учитываем историю градиентов даже с первых шагов. Именно поэтому тогда надо было применять экспоненциальное разглаживание. Окей? Еще вопросы? Нет. Субтитры создавал DimaTorzok